Что купить? Как найти клад? Наверное, пора покупать металлодетектор. Так вот, друзья, смотрите моё мнение, как начинающего комрада о покупке металлодетектора. Желаю заняться копом, но какой прибор купить? Давайте подумаем вместе. Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о металлодетекторе, который я купил за 12 тысяч. Заставки из Москвы очень доступны, теперь уже проверены в течение года. Мною, как начинающим комрадом, кладоискателем, может быть даже поисковиком. В общем, так, купил я недорогой приборчик. Вот вы его сейчас видите у себя на экране. Тайский MD6350 с надеждой, ну на что? Ну, конечно, найду клад, стану богатым. Ну, нет, конечно же, не так. Просто хотелось поискать, понаходить хорошие находочки. Ничего в этом я не понимал. Сегодня немножечко начал понимать через один сезон попа. И могу вам посоветовать, что этот прибор вполне доступен и реально можно выкопать разные находочки. Сзади, на экране вы можете видеть какие-то мои походы, небольшой поиск. Пока я разговариваю, смотрите то, что можно выкопать с помощью этого прибора. Первая мысль. Сейчас куплю, пойду, найду. Но вторая мысль. Пойду, найду, но на что куплю? Вопрос, самый главный вопрос на данный сегодняшний день. Ну, есть, конечно, дешевле приборы, но я считаю, что вот этот прибор тоже не очень дорогой. Поэтому прибором я походил. Могу посоветовать вам, потому что сам всё попробовал. Получилось у меня находить и металлолом, и монеточки, и поиск по пляжу. Принёс такие интересные находочки. Мало того, что монеточки, которые сейчас в ходу, были находочки такие, как серебро, были крестики, были грузила рыболовные, были блёсны рыболовные. Ну, там всякие разные ножички, пробочки, даже шампура попадались. В машинке, игрушки. То есть прибор ищет всё. Глубина такая вполне хорошая. То есть самая глубокая находка была где-то на расстоянии сантиметров 60, это лист металла. Ну, вот прямо вот зацепил я его и нашёл. Так что дешёвый прибор, а берёт он довольно глубоко. Монетки я поднимал, конечно, где-то самое большое, в сантиметрах 30. Но и в паспорте написано, что у него глубина поиска сантиметров 30. Вторая мысль. Есть прибор, но люди ходят по воде. Поэтому есть первая мечта. Купить вот такую вот катушку, которую вы видите на экране. Это катушка водонепроницаемая. И попробовать походить в воде хотя бы по колено. Для чего? Чтобы не покупать, опять же, дорогой прибор. А вдруг поиск в воде, это полностью не моё занятие и мне это не понравится. Лучше я куплю катушечку за 4000 и попробую походить по воде. Что принёс год поиска? Новые мысли. Да, можно просеивать ситом. Но, как я убедился, покупка пинпойнера становится по сути необходимостью. Это сильно облегчит труд. И вот купить вот такой вот пинпойнтер, как вы видите на экране, я очень хочу и я это сделаю. Следующее, после того, как я начал искать. Я же начинающий кладоискатель. И поэтому мысль. Нашёл я монетку. Но я ничего не вижу. Что она, как она, особенно копеечка. И следующая мысль. Конечно же, купить электронный микроскоп. Вот такой, какой вы видите на экране. Да-да-да, у китайцев. Всё у них родных. Пора учить родной русский язык. И китайский тоже. Вот. Поэтому все эти покупки становятся необходимостью. Так что, ребята, а следующая мысль. Конечно же, надо купить автомобиль, чтобы ездить далеко. Но это уже мысль из мечты. Всё это стоит денег. Даже вот эти маленькие покупочки стоят денег. А прибор себя полностью оправдывает. Все находочки, все сигнальчики. Очень чёткие. Очень интересные. Поэтому покупать этот прибор можно. Привыкнуть к нему где-то за месяц. Я вот как... Ну, первый месяц это вообще непонятно что. Всё звенит, всё горит. Потому что ничего в этом не понимаешь. И потому что начинаешь. Через месяц какое-то понимание приходит. Сейчас как бы немножко начинаешь посильнее понимать. Металл очень хорошо цепляет цвет мет. И очень хорошо цепляет чёрный металл. Чёрный металл прямо в угол стоит. Ой-ой-ой-ой. Так что на поиск металлолома он просто, скажем так, заточен к поиску металлолома. Мимо не пройти. Если монетку можно пропустить, она там чуть-чуть пикнула. То металлолом, гвоздь, арматуру. А если это было и ещё что-то более серьёзное. Пропустить с ним практически невозможно. Поэтому прибор хорош. Прибор проверен. Очень удобен. Не тяжёлый прибор. Очень удобно складывается в рюкзачок. Несёшь удобно. Всё хорошо. Единственная покупка лопаты у меня отошла на задний план. Потому что я её сделал сам. И обошлась она мне порядка 240 рублей. Если кому-то интересно, то видео про лопату вы можете посмотреть. Смотрите подсказку на экране. Рассказал почти про всё. Но не рассказал самое главное. Прошёл год. Я покопал вот этим не самым дорогим. Но не самый дешёвый. Он где-то второй по уровню дешевизны. Прибором азарт только возрос. Теперь как бы надо купить новый прибор. Нет. Нет, ребята, ни за что не куплю. Пока я не научусь искать этим прибором всё. И вот когда у меня будет понимание, что я вот с этого прибора выжил всё. Я в нём всё понимаю. Конечно же я куплю себе дорогой прибор. Надеюсь, будут на это финансы. Поэтому, ребята, идеи есть. Мысли купить прибор какой-то высокочастотный, чтобы брал он поглубже или там монетки. Да, она есть, но это дорого. И пока это не надо. И брать деньги семьи, я считаю, это просто пока, ну, скажем так, Глуповато. Пока есть прибор. Надо с него всё попробовать. Попробовать в подводный поезд. Походить ещё сезончик. И посмотрим, сколько ещё находок принесёт этот замечательный прибор. Из моих видео вы, наверное, видели, как я хожу. Всё это очень интересно. Прибор не подвёл. В морозы он очень хорошо себя повёл. Как я вот смотрел там видео, что на морозах приборы глючит. В морозы он меня не подвёл. Есть минус. Под высоковольтной линией ходить нельзя. Подходишь метров на 30, начинает фонить, и он просто глючит. Поэтому, видите, высоковольтные провода. Ну, я уже просто провода. Я где-то метров до 30 подходил. Всё замечательно, движет отлично. И подходить к ним нельзя. А вот находочки очень интересные. Как вы видите, и серебро попадалось. Ну, золота не было. Золото, значит, в этом году мне не дано. Посмотрим, что будет в следующем году. Приборчик хорош. Я его обмотал изолентой, чтобы не стиралась катушка в траву. Видел я в видео, когда она стирается, вот этот пластик. Провода подтираются. Поэтому всё у меня было замотано в течение сезона. И было очень замечательно ходить. Мне понравилось очень. Ребята, это такая тема. Начинающие кладоискатели, я считаю, что этот прибор очень хорош. Можно его покупать. Если вы не верите, что этот прибор хороший, посмотрите видео на канале. Убедитесь, что я проходил год с ним. Замечательно. Единственные батарейки покупайте дорогие. Они ходят долго. Дешёвые, быстро сгорают. Ну, садятся. Прибор супер. Для меня, как начинающего комрада, этот прибор подошёл более чем. Я просто счастлив. Сейчас зима, а у меня до сих пор куча эмоций. Скоро Новый год, а я уже жду нового весны, нового сезона. Всем рекомендую данный прибор. Я считаю, что это хороший прибор для копа, для начинающих копателей, таких как я и вы, кто смотрит это видео. А тот, кто уже что-то понимает в этом вопросе, с удовольствием выслушаю ваши комментарии, замечания, вопросы. Отвечу на них, послушаю, задумаюсь. Надеюсь, всем понравилось. Желаю всем удачи на копе. Здоровья в жизни, радостных минут и счастья в личной жизни.